СМИ-телепрограмма «Точка взаимодействия» завершила первый этап создания сквера памяти поколений «Новгородовский погост» старого кладбища в местности Хатын-Юрях, города Якутска, теперь уже по адресу улица Дачная, 46. Благодаря инициативе члена Союза журналистов России и Якутии Олега Леонидовича Желнина, который рассказал в своих телепередачах о старом погосте, это позволило найти родственников захороненных людей. С помощью музея города Якутска прошли исторические исследования старого кладбища и установлено древнее захоронение – надгробная плита XIX века. Это дает право на признание земельного участка примечательным историческим местом столицы Якутии. При поддержке Якутской городской думы и окружной администрации города Якутска через проект «Народный бюджет» города Якутска состоялось реальное воплощение первого этапа проекта сквера память поколений «Новгородовский погост». В открытии приняли участие родственники захороненных людей – семьи Новгородовых, Лукиных, Сергеевых и многих других, а также жители, прилегающих к скверу территорий. Теперь предстоит исследовательская работа по созданию нового архитектурного облика сквера и восстановлению истории местности Хатын-Юрях города Якутска. Мы уже рассказали о семье Лукиных, которая имеет целый сквер захоронений, включая героя Великой Отечественной войны. Мы встретились с потомком казацкой семьи Новгородовых, с Тролуковым Дмитрием Васильевичем, и провели небольшое исследование старого кладбища. Дмитрий Тролуков – внук Новгородова Дмитрия Степановича, который был председателем колхоза. Открылся интересный факт. Жена Дмитрия Степановича, Татьяна Васильевна Шепелева-Новгородова, является родной сестрой отца известного мерзлодоведа, профессора Якутии Виктора Васильевича Шепелева, почетного гражданина города Якутска. Отец у меня был и участник гражданской войны, брал перекоп, его так и звали родственники. Вот дядя, перекоп идет. Вот, и в Отечественную войну он был мобилизован. Год пробыл, и через год его привезли умирать, в общем-то, потому что язва открылась в желудке, и сказали, что вот он должен умереть. Мы доставили вам его пока живого. Но мать его выходила, в общем-то, он долго еще прожил. Татьяна, тетя Таня, это родная сестра моего отца, старшая. Она родилась в 1887 году, а отец 13 лет спустя. Когда я впервые увидел ее, сразу вспоминаю стихи не Красовой, а женщины, а русской женщине. Вот, это вот русская женщина, самая настоящая, работящая. Руки, труженицы просто, это действительно руки. Человека, который знает, что такое труд, она, в общем-то, и корову держала, корову держала, огород большой был у них, как обычно здесь. Вообще, они настолько гостеприимный народ был, это вообще, все городские родня, он собирался у них, настолько они были хлебосольными. Вот это вот гостеприимство, это вообще поразительное. Не только династия Новгородовых имеет отношение к древнему погосту. Здесь лежат родственники династии Сергеевых и Силиных. Представитель династии Сергеевых, Ян Сергеев, почетный юрист Якутии, ветеран МВД, полковник в отставке. Как оказалось, у семьи Сергеевых своя сложная судьба. Я родился здесь, на Хатануряхе, зарегистрирован Хатануряхским сельским ЗАГСом. Так что я очень удивлен, что мы закрываем вот эти фельдшерские, акушерские пункты. А тогда, в то время, в 52-м году, у нас даже ЗАГСы находились на Хатануряхе. У меня есть документ, свидетельство о рождении. Мы собрались в связи с тем, что здесь мой отец похоронен, 1890 года рождения. Брат Сергеев Георгий Иванович захоронен. Ну и знакомые, родственники, которые проживали здесь, именно на Хатануряхе, постоянно проживали. Постоянно проживали. Вот и сейчас я здесь тоже живу. Первый муж моей мамы, он погиб в 42-м году в августе. В 43-м году? В 42-м, там, последнее письмо в 42-м. Ну, да, возможно, и в 43-м, но последнее письмо я читал. Август 42-го, самый тяжелый боишься. Я 2-го сентября 43-го? Не, а я письмо прочитал, пока шло, видимо, в август. А я помню все, могут. Это мой племянник, он, значит, отдает. Когда погиб муж матери Яна, она вышла второй раз замуж за корейца, который тоже прошел репрессии 30-х годов, остался живым и осел в селе Хатанурях, столице Якутии, и стал для Яна отцом. Вот книга памяти, она выпущена нашим издательством. Наши коллеги в 92-м году спустились в архив подвал на полгода. В итоге 6 лет там пробыли и поднимались старые уголовные дела, занимались реабилитацией, а оказывается реабилитацией занимались еще и в 30-х годах. Вот тут я нашел отца своего, он был арестован в 38-м году, реабилитирован в 39-м. Ну и дальше я смотрел другие фамилии, там 40-е годы, 42-е, в тяжелые времена тоже села реабилитация. Это для меня было удивлением. А вот он, Ян Сергей, 1890-го года, уроженец провинции Тимхуа. ЛБГ, лицо без гражданства, старательный написан был в Томоте, Алданского района. В 38-м году его арестовали в марте, в 39-м феврале. Дело прекращено за отсутствие состава преступления, реабилитировано. Колонна отдела 10-05. Мне попросили, ты можешь познакомиться, я не стал знакомиться. Еще там 2-3 листа и все. Интересную историю о Степане Степановиче Силине рассказал о своем деде Дмитрий Силин, ветеран МВД и связи Якутии, подполковник в отставке. Вот Сергеев Степан Степанович родился 10 января 1994-го года. Помер 6 декабря 1965-го года. Ну, мужик был истинный мужик. Он всегда был во главе стола. Ну, уважаемый человек был. С деревни постоянно его племянники, родственники приезжали, Сергеевы. Он родом с Вершнего Бестяха. Председателем был колхоза Новый Путь, Белое озеро, Хатунарях, Марха, Тулагина во время войны. Потом, значит, одной бригаде в июле месяце они хорошо все накатили. И вот он выдал им больше, значит, 100 грамм зерна. И вот тоже его же зам, долго не думая, и это самое, бумагу написал куда следует. Его в трудовой лагерь на строительство житая отправили. Ну, и в октябре месяце бабушка говорит, ну, что такое, мужика-то у меня нету, долго. Поехала за ним проведать его, и ей сказали, вот, мол, куча с покойниками лежит, там твой мужик, иди забирай. Ну, вот она пошла, значит, там, разгреблась кучей, смотрит, пар идет. Она бегом на Белое озеро, к родственникам взяла тулуп, взяла лошадь с санями и забрала его. Ну, вот. Вот этот дедушка, значит, воспитал мою маму. У нас пятерых детей он всех на ноги поставил. Ну, главное, что все дети медалисты, все заслуженные работники. Дмитрий Владимирович рассказал о людях, которых когда-то знал и помнил, захоронения которых находятся в сквере. Это могила заброшена. Сотрудник МВД Федотов Алексей Васильевич. К сожалению, я не знаю его, но год рождения, но вот он, значит, в семье, самый младший был. Девять девчонок, и вот он последний родился пацан. Всю жизнь он проработал в НКВД, в МВД. Ну, дети, не знаю, дети уже взрослые, померли от старости. Вот, внуки, наверное, не знают, что у них здесь дед. Ну, вот такие вот дела. Просто померю. Кондаков. Ну, это вот, ну, как они? Совхоз. А, не совхоз, тогда колхоз. Новый путь был. Вот, тоже дедушка. Достойно работал, достойно прожил. Ну, Поповы. Это Попов Степан Иннокентий. Вот, бывший руководитель этого Холбаса. Ну, в советское время. Вот. Это его могила. А вот, это его супруга тут. Вот, бабушка. Дети были два, сына и дочь. Сыновья работали в строительстве у нас в республике. Вот. Дочь, сама, верховная, судье работала. Ну, и внуки, внучки, значит, Степана Иннокентий, преподавателями были всю жизнь. Вот. Дети у них, дети уже, все ушли. Внуки тоже ушли. Сейчас только правнуки и праправнуки остались. Вот такие вот дела. Мы публикуем фамилии сохранившихся имен в сквере память поколений Новгородовский Погост. Но пока еще неизвестны их родные. Терентьев Дмитрий Павлович, 1920 года рождения, Округин П.С. 1874 года рождения, Округина Е.П. 1889 года рождения, Кондаков Н.П. 1870 года рождения. Просим откликнуться родственников этих людей, которые проживали в местности Хатын-Юрях и селе Марха города Якутска, Шепелевых, Рыбниковых, Силаевых, Округиных, Сергеевых, Поповых, Терентьевых, Кондаковых и других. Это необходимо для создания сайта сквера память поколений Новгородовский Погост. Обращаться можно на электронную почту с пометкой сквер памяти поколений или по телефону 8 914 275 31 11 в WhatsApp или прямо на сайт Округ ТВ в рубрику память поколений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова